Приветствую вас, дорогие слушатели! Продолжаем нашу лекцию. Сегодня мы посмотрим и послушаем жизнетворчество Игоря Грабаря, часть первая. Данный ролик подготовлен при информационной поддержке КЦСОН Центрального района Санкт-Петербурга. Грабарь Игорь Эммануилович, крупный мастер пейзажа, портрета, натюрморта, известный художественный критик, ученый, стоящий у истоков советской науки об изобразительном искусстве, один из зачинателей научной реставрации и охраны памятников искусства, крупные музейные деятели, педагог, первый директор Третьяковской галереи. Невероятно, но все это характеристика одного человека, имя которому Игорь Эммануилович Грабарь. Его можно отнести к числу выдающихся творческих личностей XX века, общественная и творческая деятельность которых была пронизана всепоглощающей страстью и любовью к искусству. Прожив 89 лет, Игорь Эммануилович был свидетелем поистине эпохальных и драматических событий, произошедших в нашей стране, и активным участником ее художественной жизни. Прилагал все свои силы, знания, энергию, разносторонний талант для развития, рассвета, культуры России. Весной 1878 года экипаж увозил семилетнего Игоря Грабаря и его мать Ольгу Адольфовну из карпатского имения в далекую Россию. АТС сопровождал страшная гроза и ливень, но по народной примете это было счастливым предназнамением. Где-то далеко остались родные друзья, живописные поросшие лесом горы, бурные реки, веселые ребячьи забавы. Воспоминания вызывали не только грусть, но и ощущение безмерного счастья. Как волшебны были рождественские праздники со слепительной сверкающей елкой и подарками. Мальчик верил, что их приносили таинственные прекрасные феи и прятали под свисающие витки. Среди игрушек он непременно находил карандаши, акварельные краски и кисти. Близкие давно обратили внимание на его любовь к рисованию. Между тем окружающая обстановка мало способствовала занятию изящными искусствами. Среди родных Игоря не было людей творческих профессий, а жизнь отца и матери, страстных патриотов России, полная тревог, разлук и лишений, была посвящена борьбе против политики габсбургов и мадьеризации славян, проживавших в Австровенгрии. Отец художника Эммануил Иванович Грабаль, юрист по образованию и его дед по материнской линии, карпатский помещик Адольф Иванович Добрянский, поддерживали дружеские отношения со многими славянофилами. Адольф Иванович был близко знаком с главными идеологами этого течения, религиозными философом, писателем и поэтом Хомяковым, братьями Аксаковыми. Грабаль пишет о своем знаменитом деде. В славянофильских кругах его встречали не только радушно, но и с почетом. А в Австровенгрии он был признан главой славянства, и само имя его было символом объединения славянства. Дед заводил у себя в имении русские навыки и обычаи, носил русскую бороду и презирал австрийские бакенбарды. Все его манеры говорить и обращение с двору, зворней, даховатов и курительных трубок включительно было подражанием русскому помещичью быту. Избранный в депутата Будапештского парламента отец художника открыто отставил свои политические взгляды и очень скоро был объявлен врагом империи. Вынужденный скрываться сначала в Италии, затем во Франции, Эммануил Иванович после долгих скитаний наконец приехал в Россию, где принял звучную конспиративную фамилию Храбров, которые некоторое время носили его сыновья, старший Владимир и младший Игорь. Повзрослев, братья вернули родовую фамилию Грабарь. Последовательной единомышленницей Добрянского была его старшая дочь Ольга Адольфовна, мать художника. Восторженная, романтическая по натуре, она всей душой воспринимала русскую идею, что сказалось и в выборе имен сыновьям, названных в честь легендарных русских князей. Веру в особое призвание России и в могучую силу народного духа унаследовал от родителей Игорь Грабарь, о чем свидетельствует его интерес к глубинным пластам русской культуры, древнерусской живописи и архитектуре, и его искусство окрашено национальными чертами. Художник, несомненно, гордился политически неблагонадежными родственниками, отдавшими лучшие годы жизни национально-освободительному движению. Особенно близок он был к матери, пиетет перед которой сохранял до конца своих дней. Безусловно, она была незаурядной женщиной. Широкую огласку получил знаменитый арест Ольги Адольфовны и ее отца по обвинению в заговоре, якобы с целью отторжения русских и славянских земель от Австро-Венгрии и присоединения их к России. Процесс Ольги Грабарь был громким, однако окончился благополучно. Из-за отсутствия мулик ей и Добрянскому был вынесен оправдательный приговор. Через много лет, став знаменитым живописцем, Грабарь создал замечательный портрет родителей. Сыновей, любовью и теплотой проникнут в живой, правдивый образ матери в работе 1924 года. Он отражает мужественный характер энергичной волевой женщины, передает ему эмоциональность, интепераментность, которые, кстати, были присущи и самому художнику. Стремление к глубокому постижению внутреннего мира человека, к раскрытию его духовной красоты и достоинства заставляет Грабаря сосредоточить все внимание на изображении лица, мимике, которого отражает сложное движение мыслей и чувств. В написанном широко свободно портрете отца Грабарь добивается естественной убедительности, психологической характеристики уже немолодого и многоиспытавшего в жизни человека и создает запоминающийся образ русского интеллигента. Вскоре после вынужденного отъезда мужа Ольга Адольфовна, оставшись в Будапеште одна с двумя маленькими детьми, принимает решение переехать к отцу, вводевшему в то время обширным поместьем в Карпатах. Старый барский дом, где прошло раннее детство художника, с просторными комнатами, картинами на стенах, большой библиотекой, стоял в живописном окружении тенистного сада, на берегу быстрой горной речки, вблизи села с необычным названием «Чертеж». Это место и стало первой духовной родиной Грабаря. Именно здесь закладывались основные его личности и проявлялись художественные наклонности, которые, как большинстве талантливых людей, обнаруживались довольно рано. Деятельная и энергичная натура мальчика, активность воображения требовали немедленной реализации творческих сил, и он целыми днями рисовал, изводя пропасть бумаг. Примечательным событием стало строительство под руководством Игоря настоящего каменного дома, вполне пригодного для жизни, хотя и не превышающего по величине среднего роста детей его возраста. Взрослые были восхищены талантом юного дарования, осуществившего столь грандиозный для ребенка проект, и предвлекли ему будущее знаменитого Зодчева. К сожалению, пророчество сбылось лишь отчасти. Незаурядный архитектурный талант Грабаря впоследствии смог реализоваться в полной мере только однажды, при проектировании комплекса зданий Земской больницы под Москвой. Заказ поступил от наследников известного врача-клинициста Захарьина, по желанию которых сооружение должно было не только отвечать новейшим требованиям медицины, но и быть мемориальным в память Захарьина и его рано умершего сына. Этот замысел увлек Грабаря, и он со свойственной ему энергией и скрупулезностью принялся за разработку проекта. Во время деятельной поездки, которая казалась очень длительной за границу, художник тщательно изучает памятники архитектуры, особенно выделяя здания, выстроенные гениальными итальянскими архитектором позднего возрождения Андрея Павадьева. Искусство этого мастера, основанное на традиции античной и ренессансной архитектуры, потрясло Грабаря и нашло творческое применение в проектировании больницы. Так величественное здание главного корпуса украшает мощный поводинский червяковонный портик. Вместе с тем в замысле были притворены идеи и русских зодчих эпохи классицизма. Служебный корпус и хозяйственные постройки в виде небольших павильонов вместе с центральным зданием образовывают единый выразительный архитектурный ансамбль. Но вернемся к началу рассказа. Путь в Россию, где жену и сына уже ждал Эммануил Иванович, оказался долгим. Прошло целых два года. Прежде чем семья воссоединилась. Длительные остановки в городах были наполнены чудесными открытиями и новыми впечатлениями надолго запомнившимся мальчиком. Его ошеломили огромные дома, магазины, толпы людей, обилие экипажей, красота и неповторимость старинных городов. Пряшев, Львов, Киев, Нежин, Москва и, наконец, Егорьевск. Такова география первого большого путешествия будущего художника, последствия побывавшего во многих странах мира. Известный еще с 15 века старинный Егорьевск, куда родители привезли Игоря, живописно раскинулся среди бескрайних лесов и полей. В промгимназии он был первым учеником по многим предметам, но особенно увлекали уроки рисования, которые вел художник Шевченко. Однажды в гостях у учителя он впервые увидел мольберт, стоявший на нем холст и палитру с полыхающимися всеми цветами радуги, масляными красками. Я думал, что не выдержу от счастья наполнявшего грудь, особенно когда почувствовал сладостный, чудесный запах свежей краски, вспоминав грабарь. Тогда у мальчика впервые зародилась мечта стать художником. Патриархальный городок был не богат на памятники искусству, а между тем для развития художественных способностей необходимы новые впечатления. Но пока Игорь довольствуется лишь чтением журналов Нива, всемирная иллюстрация, живописное обозрение и старательно перерисовывает все понравившиеся репродукции, перевод отца на новое место службы в Измаил изменил ход событий. И передаренным мальчиком открылись блестящие возможности. Перед отъездом родители устроили сына в московский лицей Цесаревича Николая, более известный по имени его основателя и директора Коткова. Москва и ее разнообразной культурной жизнью буквально шеломила подростка. Первым сильным впечатлением стало посещение художественного отдела Всероссийской промышленной выставки. Восхищенный полотнами Репина, Сурикова, Верещагина, Шишкина, Куинжи, Перова он приходит еще и еще раз посмотреть на них в экспозиционные залы и с этих пор становится постоянным посетителем выставок и Третьяковской галереи. Быстро складывается новый интересный круг общения. Брат Владимир знакомит Игоря со своим товарищем по Московскому университету, будущим живописцем Щербиновским. Следует подчеркнуть, что Владимир Эммануилович, который был на 6 лет старше, всю жизнь нес высокое чувство ответственности, воспитания и образования брата. И его поддержка, особенно в студенческие годы, была как воздух необходимый Игорю. Сохранилось огромное количество пронизанных любовью и заботой писем, которые братья писали друг другу всю жизнь. Этот уникальный эпистолярный материал содержит много фактов, позволяющих уточнить и дополнить творческую биографию художника. Грабарь написал несколько портретов брата, которые впоследствии стали крупным специалистом в области истории и теории международного права, доктором юридических наук. Среди них интересная работа 1901 года, в которой молодой художник, следуя традициям реалистического искусства, пытается создать духовно значительный интеллектуальный образ ученого. У Щербиновского часто бывали ученики Московского училища живописи в военном изотчестве, а также известные художники Поленов, Иванов, Архипов, встречи с которыми произвели неизгладимое впечатление на юношу и укрепили его решимость стать художником. Отныне он не мыслит в своей жизни без живописи и в воскресные дни с увлечением посещает рисовальные классы. Классы общества любителей художеств. Отправляясь после окончания лицея Петербург, чтобы по семейной традиции продолжить обучение на юридическом факультете университета, грабарь не забывает взять с собой ящик с красками, кисти и складной мольберт. Столичный город предстал перед юношей сказочно прекрасным и буквально очаровал его сверкающей вдали адмиралтейской иглой, синей неволь, гранитной набережной и петропавловским шпицем. Свой первый петербургский этюб городской пизар с изображением заснеженной крыши грабарь напишет в ясный зимний день из окна квартиры, которые снимали его университетские приятели. Эта работа, обнаруживающая согласованность каварита и композиции, принесла ему первоизвестность в кругу учеников Академии художеств, знакомством с которым он обязан все тому же Щербиновскому. Как многие студенты, грабарь испытывает серьезные денежные затруднения и уже в первый год петербургской жизни сотрудничает с юмористическими журналами «Стрекоза», «Будельник», «Шут». Многие видные писатели начинали свой творческий путь с публикаций в изданиях подобного рода. И самым знаменитым среди них был Антон Павлович Чехов, юмористические рассказы которого печатались под псевдонимом Антоша Чеханте. Работа в журналах позволяла молодому человеку сводить концы с концами, так как деньги, которые присылал отец, «Скромный учитель» катастрофически не хватало. В то же время переполнявшая его любовь в живописи подталкивала на поиски сферы применения своих художественных способностей. И вскоре он находит работу для души в популярном журнале для семейного чтения «Нива». С большим энтузиазмом Грабарь принимается за составление текстов, воспроизведения там, картинах, подборки иллюстраций к рассказам и очеркам и пишет свои первые статьи по искусству. Так уже в студенческие годы наметились главные магистральные линии творческой деятельности будущего художника и историка искусства. Определилось его пристрастие к широкой просветительской работе, которую многие русские интеллигенты считали своим высоким предназначением. Игорь Грабарь вспоминает «Моя жизнь потекла по трем различным руслам – научному, литературному и художественному. Каждая из них представляла собой замкнутый круг самодавлеющих интересов, мыслей и чувств, но так как они без остатка заполняли весь мой день, чрезвычайно удлиненный по сравнению с обычным студенческим днем, то я их воспринимал тогда и переживаю в своих воспоминаниях сейчас как единую, целостную, бесконечно увлекательную, ибо до отказа насыщенную впечатлениями радостную жизнь». Работа в ГИВе принесла Грабарю не только истинное удовлетворение, но и новые интересные знакомства. Особо теплые отношения складывались у него с управляющим журналом Грюнбергом. Удожник пишет, «Лично я обязан ему, столь многим, что его образ запечатлелся в моем сердце в ореоле яркого света, не угасивая до сегодняшнего дня. Благодаря большому опыту и природной чуткости он сразу понял, что университет, юмористика и даже Нива для меня только эпизоды, а мое основное, главная, главная цель моей жизни – искусство». Высоко ценил Грабарь и доброжевательные к себе отношения редактора Нивы, писателя и поэта Лугового, знакомство с которым вскоре перешло многолетнюю дружбу. Несмотря на успех, Грабарь испытывает некоторое неудовлетворение от необходимости ради заработка заниматься иллюстрированием книг. Рисование занимало у меня так много времени, вспоминал он впоследствии, что не оставалось ни минуты свободной для занятия живописью, а живопись всегда была моей главной страстью. Однако ему все же удалось написать несколько значительных этюдов. Так несомненный интерес представляет портрет мужчины, сидящий на венском столе в шубе и цилиндре, жанровая сцена в конке, на тюрьмот зеленой лампой и особенно удавшийся холст с изображением няни с ребенком на руках. Через несколько лет некоторые из этих работ, а также лучшие иллюстрации произведениям Гоголя будут представлены Грабаревым в качестве домашнего задания при поступлении в Академию. В 1893 году Грабарь вышел из стен университета широко образованным, дипломированным юристом, а через год осуществляется его давняя мечта. В возрасте 23 лет он становится учеником Академии художеств. К этому времени он уже не только автор статей об изобразительном искусстве, но успешно работает как график и живописец. В пореформенной Академии художеств, где Грабарю предстояло учиться два года, уже отшумели бури перемен, призванные оздоровить тяжелую атмосферу реакции, сложившуюся после убийства народовольцами Александра II. Прошли те времена, когда при приеме учеников Академическое начальство чинило всяческие препятствия тем, кого презрительно называло кухаркиными детьми, считая их политически неблагонадежными, не способными к занятиям искусством. Произошедшие кардинальные перемены были результатом деятельности партии реформаторов, возглавляемой конференц-секретарем Академии графом Толстым, Иваном Толстым, которому удалось добиться создания специальной комиссии для выработки нового устава, введенного в действие как раз осенью 1894 года, времени поступления Грабаря в Академию. Существенные изменения претерпела прежде всего система обучения. Вместо прежних классов с дежурными профессорами были учреждены мастерские под постоянным руководством ведущих педагогов, четырехлетним занятиям, в которых предшествовали два года работы в общих классах рисования, головному и натурному. Были отменены традиционные медали, и единственной поощрительной меры оставалась пенсионерская поездка за границу. Но самым важным было то, что собственные мастерские получили мастера реалистического направления, многие из которых были видными представителями товарищества переданных художественных выставок. Профессорами новой академии стали Маковский, Репин, Шишкин, Куинджи и другие известные художники, которые изменили принципы преподавания, отныне основанные не на классических образцах и далеких от жизни темах, а на правдивом изображении окружающей жизни. Гепсовые слепки сантеечных скульптур и идеально прекрасные натурщики, словно сошедшие из греческих и римских барельефов, сменились типичными, как будто выхваченными из самой гуще народа моделями. Один из таких стариков-натурщиков изображен на этюда Грабаря, написанном в головном классе академии. Художник стремится выразить самое существенное в человеке и правдиво отобразить все его достоинства и недостатки. Эта работа так понравилась преподавателям, что его талантливого ученика сразу перевели в натурный класс, где он, проработав около года, перешел в мастерскую своего кумира Ильи Ефимовича Репина. Столь успешному преодолению первых ступеней мастерства Грабаль во многом обязан Павлу Петровичу Чистякову, с которым познакомился за два года до поступления в академию. Учениками этого легендарного академического педагога в разное время были многие известные художники, в том числе и Репин. Чистяков был единственным из профессоров дореформенной академии, которого не отправили в отставку, остранив тем самым не менее от преподавания и назначив заведующим мозаичной мастерской. Но, как образно пишет Грабаль, скорее академию можно было отставить от Чистякова, чем Чистякова от академии. Не имея своей аудитории в стенах академии, он создал ее у себя в квартире во флигере по третьей линии, занятой мозаичной мастерской. Тут по субботам собирались избранные из учеников. Здесь он царствовал безраздельно. Начиная с 1892 года, Грабаль регулярно посещает академическую мастерскую Чистякова, где знакомился с его педагогической системой, сыгравшей большую роль в развитии русского реалистического искусства второй половины XIX века. После поступления в академию он не прекращает занятия у знаменитого педагога, который дает данные, практически указания, начинающим художникам. Метод Чистякова, основанный на сочетании непосредственного восприятия натуры с ее научным изучением, несомненно оказал огромное влияние на Грабаря. Он помогал ему в совершенстве овладеть техникой исполнения и был, преодолев начальные ступени обучения, и быстро перейти в мастерскую Репина. Его успехи кажутся еще более значительными. И вспомнить, что в эти годы вместе с ним в академии учились талантливые молодые художники Богоевский, Малявин, Месоедов, Рерих, Рылов, Сомов, Остроумова-Лебедя, ставшие впоследствии видными мастерами русского и советского искусства. Ярким свидетельством высокого уровня мастерства, достигнутого студентами в стенах Академии художеств, является превосходный портрет Грабаря, написанный одним из самых способных учеников Репинской мастерской – Малявином. Малявин создал выразительный жизненный образ, изобразив молодого художника, стоящего в свободно непринужденной позе в натурном классе, в окружении атрибутов художественного ремесла, палитры и кистей. В портрете убедительно передана эмоциональность, порывистость, импульсивность, присущие Грабарю. Картина, выполненная темпераментно, быстрыми, смелыми мазками техники а-ля према, позволяющей закончить ее всего за один сеанс, вызвала восторженные отзывы не только студентов, но и преподавателей. Сам Грабарь также всегда высоко ценил колористические достоинства Павлотин Малявина и относил его к тем мастерам, которые в противовес художникам, исповедовавшим культ линий и форм, решились сосредоточить все свои помыслы на самой живописи. В академические годы Грабарь продолжает сотрудничество в Неве, что давало не только определенную финансовую независимость, расширяло кругозор, но и позволяло оттачивать литературное мастерство. Примечательно, что именно этот журнал открыл ему окно в Европу, направив его туда для освещения художественных выставок. И это было щедрое вознаграждение за самоотверженный труд и истинную страсть к искусству. У молодого художника появилась возможность изучать подлинненько шедевры западноевропейской живописи, увидеть архитектурные памятники Берлина, Дрездена, Мюнхена, Венеции, Форенции и Рима. Грабарь вернулся в стены Петербургской академии художеств, переполненной впечатлениями и со страстным желанием работать. В начале пути он выбрал трудную дорогу классического образования и упорно шел по ней, уделяя в первую очередь внимание рисунку, форме, изучению натуры. Но помимо этого молодой художник жадно впитывал и новые, родившиеся в дне ее стен, идеи, оказавшиеся весьма плодотворными для его дальнейшего творческого развития. Вскоре неудовлетворенность системой обучения в Репинской мастерской заставила его серьезно задуматься о выборе новой художественной школы. Он пишет, Репин не учил, поэтому тем ценнее были те случаи, когда он, увлекшись красивой натурой, брал холст и становился писать рядом с нами. Самое замечательное было то, что писал он необыкновенно просто, так просто, что казалось непонятно, почему у нас всех ничего даже приблизительно равного этому не выходило. Прямо непостижимо. У нас на палитре выдавлено 20 красок самых лучших, заграничных, отборных, оттенков новейшего выпуска, а получается какая-то бледная немочь, а у него одни ухры, да, черные, белые и синие, 5-6 красок, а тело живет и сверкает в своей жемчужной расцветке. Следует отметить, что грабарь несколько преуменьшает влияние Репина на процесс обучения молодых художников, и свидетельством тому служат выполненные им по-репински простые и выразительные академические этюды, обнаружившие высокий профессионализм и бережное отношение к рисунку. Одной из характерных черт личности грабаря было стремление досконально изучить все аспекты интересующего его предмета, склонность, если применить на ученую теминологию к системным методам исследования. Так, когда он впервые открывает для себя темперную краску, то прежде всего скрупулезно изучает трактат о живописи Леонардо да Винчи, манускрипт Ираклия об искусстве и краски римлян и другие старинные книги по технике живописи, а также в поисках новых связующих веществ темперной краски проводят сложные лабораторные опыты по смолам. Уединившись в своей мастерской, он работает самозабвенно и не принимает даже близких друзей Кордовского, Явленского. Правда, спустя много лет художник признает, что ничего потрясающего не нашел. Выкисненная в новое время масляными красками темпера в средние века была основной техникой станковой живописи. Игробарь долгие часы проводит в Мюнхенской старой пинокотеке, изучая шедевры известных мастеров. Он и сам создает несколько темпер, среди которых выделяется композиция в концерте 1897 года. Используя бархатистую матовую фактуру этой краски, художнику удалось достоверно передать мягкое вечернее искусство освещения. Начиная с 1899 года художник постоянно сотрудничает в только что созданном Дягилевом журнале Мир Искусства. К этому времени он фактически прекратил работать в Ниве, опубликовав там последнюю статью «Упадок или Возрождение», посвященную новым течениям во французской живописи. В ней он противопоставил академизму и натурализму, основанное на живописном мастерстве реалистическое искусство. И это стало, по сути, его творческой установкой на долгие годы. Статья вызвала бурную полемику среди критиков и художников и привлекла Горобарю внимание Дягилева, который пригласил его работать в свой журнал. В это время они еще не были знакомы лично, хотя Дягилев, как и Горобарь, учился на юридическом факультете Петербургского университета, но был на курс моложе. Между ними завязалась оживленная переписка, которая красноречиво свидетельствовала, что они были единомышленниками во взглядах на искусство. Но все же главным поводом ухода художника из Нивы стало не приглашение Дягилева к сотрудничеству, а решительный отказ издателя журнала опубликовать статьи, которые, по мнению Горобаря, должны были широко ознакомить читателя к современным европейским искусствам. Между тем, мир искусства стал художественным периодическим изданием нового типа, о котором мечтал Горобарь. Здесь публиковались материалы о современном изобразительном искусстве, иллюстрированные качественными репродукциями с лучших произведений, экспонировавшихся на петербургских, московских, а также крупных зарубежных выставках, которые имели огромное влияние на русскую художественную жизнь. Кроме того, на страницах журнала широко освещалось забытое всеми старое русское искусство. Выходили статьи о портретной живописи XVIII века и архитектуре XVIII начало XIX. Совсем иначе Грабарь оценивает новаторские искания импрессионистов, полотна которых сразу же произвели на него сильное впечатление, впервые заставив его серьезно задуматься о роли цвета в живописи. Окончательно художественные приоритеты Грабаря определились в Париже после посещения в 1897 году Люксембургского музея, в те времена обладающего большим собранием картин художников-импрессионистов. Вспоминая об этом, художник писал всего за два года перед тем и за год я дважды уже видела эту замечательную коллекцию картин величайших французских художников-живописцев 19 века, но тогда они еще не вполне дошли до меня, а в действительности это означало, что я не дошел до них, многое мне нравилось, кое-что даже производило сильное впечатление, но все это было не то, не было окончательно раздавливающего, уничтожающего, безоговорочно полкаряющего. Оно появилось только сейчас в третьем посещении Парижа. Только теперь мне стало ясно, что Эдуард Мане, Агюст Ренуар и Клод Мане, хотя и наши современники могут быть смело поставлены вровень с теми великими мастерами цвета, которыми мы только что восхищались в Венеции. Если кое в чем они им уступают, то кое в чем и превосходят. Разработанные французскими художниками изобразительные приемы помогали создавать яркие образы, передающие трепет, наполненный подвижными воздушными потоками и пронизанный солнечным световым окружением человека, человека природы. И гроба с его жизнерадостным импульсивным характером на генетическом уровне воспринял динамичную, вибрирующую, яркую живопись импрессионистов. Художник открывает для себя и импрессионизм, в импрессионизме новые выразительные возможности. И переосмыслив находки французских мастеров, очень скоро становится одним из самых ревностных преемников их живописной системы. Спасибо за внимание. Во второй части мы познакомимся с дальнейшим творческим успехами, с творческим путем Рабаря. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин